Здравствуйте, с вами Анна, администратор сайта 1.4.ru И сегодня я продолжу рассказывать о том, как из простых продуктов приготовить экзотическое блюдо. Гороховое суфле. Для приготовления горохового суфле возьмите 50 грамм сливочного масла, 40 грамм пшеничного мути, 500 мл, пол литра молока, соль, перец, надертый мускат нарез, 2 шутка, 450 грамм у щеного горохов со стручком примерно 1 килограмм, 2 белка, пшеничный мути, приготовление суфле, сливочная масса растопить, 40 грамм пшеничного мути обжать в этой массе до святого или желтого сыра, сливочного цвета. Молоко отдалить во рукожельном мути, взбить венчиком, не допуская образования комков, соус дойти до кипения в бою примерно 5 минут, приправить соль и перцем, натертым мускатным орехом, 2 желтка взбить, прибавить к соусу, дать соуса немного остыть, кучу на горох вымыть, дать стечь воде, положить в соус, 2 белка взбить крутую пену, осторожно перемещать с горохом. Форму для суфре смазать жиром, посыпать пшеничным ухой, выложить форму подготовленной массы для суфре, поместить форму на решетку, приливать и наглядную духовку. Электроприда примерно 200 градусов, газоприда примерно 4. Время готовьте примерно 20 минут. Готовство соль, это час подать к столу. Гороховая запеканка. Перед вами на фотографии гороховая запеканка. И сейчас я расскажу о том, как ее приготовить. Возьмите 500 грамм гущеного гороха, небольшое количество кипящей соленой воды понадобится, один пучок зеленого лука, 50 грамм сольчинного масла, слой перец, 250 грамм обезжиренного творога, 2 яйца, 125 миллилитров, 1 восьмая литра взбитых сливок, 1 чайная ложка раздавленного зеленого перца, 2 копченых слинных колбаски. Лучше на голову положить небольшое количество кипящей соленой воды, доистекать и пене, варить 5 минут, слить воду, один пучок зеленого лука, очистить, вымыть, порезать, 50 грамм сольчинного масла растопить, потушить лук в течение примерно 5 минут, поленку лука смешать с горохом, приправить солью, перцем, вы уже смазывая жиром, в термостойкую форму, перемешать с обезжиренным творогом, яйцами, взбитыми сливками, основной лук перемешать, перемешать с 1 чайной ложкой зеленого перца, посолить массу и разделить равномерно, слоем поверх гороха, пригладить. Две копченок с свинок колбаской порезать кружочками. Кружочкой колбаски разложить на поверхности творожной массы, фон поместить на решетку, предварительно нагретую духовку. Электроплита 200-225 градусов, газоплита 3-4, время готовьте примерно 30 минут. За пятаканьки подать картофель с массом. С вами была Анна, администратор сайта Винтерфуру. До свидания, до новых встреч!